Друзья, всем привет! И сегодня у нас будет интересный диалог с бывшим сотрудником компании Kia. Совсем недавно мы снимали анонимное интервью с бывшим сотрудником Mercedes, где кто-то сказал, реклама, правда, неправда, не рассказал какой-то жести. Сегодня мы послушаем, что происходит в масс-сегменте. Человек работал по перегонке автомобиля, это тот самый человек, который доставляет ваши машины, отдает их на предпродажную подготовку, в общем, ему есть действительно что рассказать. Я думаю, вам это будет интересно и, самое главное, полезно. Он уже сидит в автомобиле и ждет наших вопросов. Присаживайтесь поудобнее, ролик будет не короткий, но он действительно наполнен полезной информацией. Мы начинаем прямо сейчас. Поехали! Итак, друзья, мы с вами перемещаемся в нашу импровизированную студию. Лень, спасибо тебе огромное за то, что согласился дать интервью, рассказать, как это происходит, работа в масс-сегменте. Ну, расскажи ребятам, где ты работал, кем ты работал, когда ты работал? Я работал у автодилера Kia, который находился на Савеловском вокзале. Сначала в должности техника-перегонщика, один год, далее перешел на водителя-эвакуатор. Моей основной задачей было то, что я готовил новые автомобили к выдаче. В том числе принимал их на складе с автовозов, расставлял их на складе и по заявке менеджера привозил определенный автомобиль под подготовку к выдаче клиенту. При первой же приемке новых автомобилей с автовозов в далеком 2011 году, я хотя бы когда поехал посмотреть, что это такое, я обнаружил повреждение на новом автомобиле Kia Rio, который был поврежден каким-то образом, видимо, гидравликой автовоза. У него замяло заднюю правую стойку. То есть это было еще изначально, когда от производителя машина ехала в Москву только на автовозе, правильно? Правильно. В процессе твоей работы, вот ты проработал 6 лет, вот при поставке завода в Москву там на разные склады, очень часто встречается, что машины приходят уже поврежденные? В зимний период времени, я думаю, это каждая седьмая машина, летом это, ну, встречается намного реже, но встречается. А что чаще всего поврежденным приходит? Там двери, лобовые, фары? Чаще всего приходят поврежденным низы бамперов, пороги. И если автовоз многоярусный был, иногда у него отказывает гидравлика, и водители не ставят почему-то стопора на гидравлику. То есть может получиться так, что гидравликой нижнюю машину может придавить. Хорошо, приехала машина в Москву, тут ее кто-то должен принять, должен осмотреть, увидеть это и сказать, ребята, повреждено, забирайте назад, или как это происходит? Ну, к сожалению, назад отправлять автомобили нельзя, все недостатки должны быть зафиксированы в листе ОПТС, так называемом. И этот лист ОПТС передается логистам, и логисты как-то согласовывают между собой с начальством, как этот недостаток будет устраняться. Но устраняется он только силами кузовного цеха дилерского центра. Вот приехал автовоз, машины разгружаются при дилере, например. Кто их принимает? В дневное время до 22 часов это была непосредственно обязанность техников-перегонщиков. В ночное время, естественно, у нас не было ночных техников-перегонщиков. Так получалось, что в нашем дилерском центре автовозы принимали сотрудники охраны. Сотрудники охраны. Вот здесь такой логический вопрос. А на каком вообще основании-то эти сотрудники охраны принимают машины? И как это они делают? Они же ничего не будут, наверное, рассмотреть или будут? Да нет, они в том-то и дело, что ничего не смотрели толком по машинам. Они всего лишь навсего их расставляли, как свежепришедшие, а с утра техники ходили и смотрели, что с этими машинами вообще происходит. Очень часто на складе воровали щетки стеклоочистителя после такой ночной приемки. Потому что обычно мы их, когда принимали машину, снимали с поводков и складывали просто в салон, чтобы не было такого, что они куда-то исчезли. То есть на складе кто-то машину поставили, уже воруют. Это получается, кто-то из охранников ворует, что ли, или кто? А склад представлял собой территорию одного из вокзалов. Поэтому там было много чего на территории этого вокзала. Там были транспортные компании, автосервисы, дальнобойщики. Ну, такое дружное соседство, скажем так. И то есть где-то, вот вы представляете себе пространство, стоят много машин, и вокруг них, рядом с ними, постоянно кто-то еще может проезжать, ездить, задеть машину могут? Вот, естественно. У нас даже была история такая, то, что я приезжал еще будучи, вернее, уже будучи водителем эвакуатора, нужно было привезти новый автомобиль Kia Ceed в салон. У него в стекле, в лобовом были дырки от что-то типа мелкого пневматического ружья. Как они устраняются? И самое главное, клиенту об этом что-то говорят, как-то по метке делают по машинам? Ну, естественно, клиенту ничего не говорили. Видимо, даже до той поры, пока клиент сам не обратит внимания на автомобиль, что есть какой-то недостаток, и чтобы что-то заметили, что что-то переделанное, на моей смене такого не было. Но кузовной ремонт и замена стекол, допустим, она выполнялась в цеху с новыми машинами практически регулярно. То есть, сам факт того, что условно для статистики, примерно приходит 100 машин. Как ты можешь примерно сказать, из 100 машин сколько машин будет с косяками? Ну, примерно так. 5. То есть, 5% условно брака. А вот эти 5% люди покупают, и на твоей памяти не было такого в салоне скандала, что кто-то, а, вот, заметил. Или бывало? На моей памяти не бывало, но ребята рассказывали то, что, вот, представляешь, на выдаче, что вчера творилось. Смена просто так выпадала, что... То есть, люди приходят, видят, да, и начинаются, естественно, скандалы. Начинаются скандалы, от руководства, я как слышал, начинаются какие-то там подарки и так далее, и тому подобное сразу, чтобы избежать этой конфликтной ситуации. Вот приехала машина в цех, ты ее пригнал на предпродажную подготовку, там с ней начинает работать мастер, который должен осмотреть машину, должен проверить жидкости. Что здесь может происходить? Здесь может происходить следующее, что, допустим, в машине все в порядке, все по техническим жидкостям, по работе электрики, систем кондиционирования и всех вообще систем, все в порядке. Но, допустим, слесарь берет, выписывает на складе литр масла, литр антифриза, литр масла в коробку и говорит то, что вот в этой машине того-то, того-то, того-то не хватает. Но при этом все это дело он заберет в сумочке домой. Да, в сумочке домой. Смотри, мы раньше общались с человеком из Мерседеса, там он рассказывал о том, что везде, повсюду висят камеры, все это видно, невозможно так сделать, заметят, уволят. В Киеве как происходило? Как они так умудрялись воровать? Ну, вот так, у них есть свой ящик, куда можно это все сложить и потом по окончанию смены выйти, вынести и быть счастливым. Вопрос такой, например, заказывают человек на машину, там, ряд доп. оборудования, с доп. оборудованием какие-то мухляжи происходят, может ли быть такое, или, например, на твоей памяти было такое, что пообещали поставить там пять элементов, там сетка защит картера, к примеру, а чего-то не поставили и человек уехал и забыл, и тишина. Криминально жесткая была схема определенных менеджеров. Так. В общем, группа менеджеров, порядка пяти человек, делала следующим образом, она как бы ставила на машину доп. оборудование за деньги клиента, и получается так, что в сговоре с кассиром, они по бумагам, которые не шли через начальство, а шли для клиента, проводили это доп. оборудование, но в бумагах начальства оно не фигурировало, и через кассу они деньги за это доп. оборудование вынимали просто себе на карман. То есть, я прихожу, говорю, я хочу там пять видов доп. оборудования на автомобиль. Он мне говорит, окей, сделаем там, посчитаем со скидочкой, мы договариваемся, то есть, мне дадут документы, что я это имею, но в базе это никак не числится. То есть, условно, они своровали, но мне дали там, так называем, фейковые бумажки, что у меня все есть, правильно? Дим, только без скидочки, потому что любую скидочку нужна подпись руководителя отдела продаж. А у дилеров цены на доп. оборудование нехило. То есть, ребята там, а само доп. оборудование получается, как, это же в любом случае, какая-то ревизия идет, должны же увидеть, что, например, куда-то. Ну, они вот каким-то образом вот согласовывали, то ли свое закупали, я так и не понял полностью схему, но, в общем, спалились они на том, что приехал клиент, которому поставили передний парктроник, он у него перестал работать после недели или двух. Машина приезжает, а вы не ставили у нас парктроник? Как так не ставил? Вот бумага. Ну, и, в общем, вся эта схема была раскрыта, пять менеджеров и кассир лишились работы. Супер, блин. Вот видите, ребята, в нашей стране всегда у кого-то башка начинает работать. То есть, ну, я могу подразумевать так, что у дилера цены там в 3-4, там в 5 раз выше. Соответственно, они что-то покупали на стороне и просто это перепродавали путем того, что вот деньги крутили-вертели. Но это на самом деле офигеть. А что вообще в целом представляет ваш склад? Вот я когда езжу по дилерам, иной раз приезжаешь, у кого-то все стоит там под навесом, там небольшое количество машин. К некоторым приезжаешь, тачки, ну, реально, как вот ты объясняешь, натыканы. То есть, думаешь вообще, ну, как так можно машины хранить? Вот в масс-сегменте я прекрасно понимаю, да и люди понимают, что машин очень много продается. Как это происходит? Что у вас там творится на складу? Первый склад у нас представлял собой арендованную площадку на территории некогда известного клуба в Москве Гауди. На этом складе арендовали уголок и где, собственно, размещались автомобили. Естественно, это открытая площадка, куда проходят спокойно люди, где летают те же самые птицы и так далее. Зимой заставить почистить начальство эту площадку, ну, удавалось с большим трудом. Им проще было дать нам тестовый автомобиль, какой-нибудь Спортаж или Соренто на шипах, чтобы мы просто из этого огромного слоя снега выдергивали автомобили. Машина застряла, вы ее дергаете, правильно? Да, вкручиваем крюк, рвем тросы и выдергиваем ее, как только можем. Чью-то ласточку, друзья. Это вот на самом деле, знаете, что интересно? Это как раз все то, что происходит за вашей спиной. Пока вы сидите, он говорит, блин, вот там эвакуатор не приехал, в пробке стоит. А стоит он в пробке, потому что, как вариант, утром два часа было потрачено на то, что машину не могли на этот эвакуатор затащить. Хорошо, в процессе вот этих вот буксировок повреждали машины? В процессе буксировок, да, бывало такое, что трос рвался просто и крюком бил там по капоту. И происходило достаточно часто такое явление, потому что, ну, объясняешь начальству вот адекватные вещи, ну, почистите площадку. А мы с утра делали следующим образом, вот у нас есть заявки на перевоз автомобилей, кто-нибудь из нас сразу ехал на тесте с водителем эвакуатора, и с утра прям первые, наверное, два-три часа мы просто вот занимались тем, что выдергивали эти автомобили, которые надо было подготовить в зимнее время года. Слушай, Лень, ну, вот всегда говорят, вот он тот разбил, это разбил, ты проработал шесть лет, получается. Были косички-то у тебя с твоей стороны? С моей стороны, да, были косяки на самом деле, то, что я еще когда работал перегонщиком, сгонял машину с эвакуатора, хотя это должен был делать водитель эвакуатора, ну, по доброте, и саданул дверью прям углом в угол бампера, углом в угол переднего бампера, углом заднего бампера. Что дальше? Я посмотрел то, что повреждения действительно существенные, это никак не заполируется. Я пошел к директору дилерского центра, сказал, вот, так-то, так-то, две машины. Он говорит, ну, что все ошибаются, подписал мне заказ снаряды для кузовного цеха на устранение этих недостатков, никакого штрафа не было, я пришел, по-честному признался. То есть, и даже, ну, понятное дело, что похвалить тебя не похвалили, но и наругать там условно... Не, ну, наругать-то, конечно, наругали, но как же ты так сначала? Я говорю, ну, вот так вот получилось. Короче, рублем самое главное не наказали. Не наказали, да. Слушай, вот здесь вот интересный момент и важный момент. Вот ты говоришь, дали бумагу на устранение, то есть, в любом случае, вот такие косяки, когда с машины что-то там повредили, это же нельзя, там, сказать, типа, Сань, там, иди покрась, и все. В любом случае, открывается заказ снаряд, и по вашим внутренним базам проводится правильно по машине, что машина там делалась. Естественно, заказ снаряд, это для чего? Это для того, чтобы из бюджета, который как раз есть у дилера на устранение недостатков, было обоснование оплатить деньги сотруднику кузовного цеха, который будет устранять этот недостаток. И на основании этого, друзья, очень важный момент. Когда вы приходите покупать машину, когда вы общаетесь с дилером, вот у него есть компьютер, и в этом компьютере как раз вот внутренняя программа может показать, что с машиной делалось. Я ездил по разным дилерам, там, не только по Ки, там, по любым. У некоторых прям даже написано отдельная строка «ремонт». Вот он нажимает на нее, а там она пустая. А если что-то было, то, соответственно, там это будет отображаться. Это для того, чтобы менеджер точно так же знал, что, например, там красилась дверь. Это не говорит о том, что, знаете, прям что-то очень страшное. Крашенная дверь, вот, например, я покупал бы машину, меня, может, это и не смутило бы, при условии, что мне дадут дополнительную скидку. Поэтому информация полезная, запоминайте. Очень часто все задаются вопросом, ну, нет денег, там, знаешь, не хватает на новую машину, а тут вроде быушка с тест-драйва попадается. Вот многие говорят, тест-драйвовские тачки брать не надо, их сильно насилуют. Вот расскажи, пожалуйста, в масс-сегменте народу же много приходит, каждый день машина катается по тест-драйву. Что с ней происходит? Мало того, что каждый день клиенты катаются по тест-драйву, тест-драйв еще используется, как я сказал, про тот же самый буксир на складе. Допустим, Спортаж и Соренто это зимний эвакуатор из снежных дюн нашего склада. Получается, тестовые машины, ну вот у нас они как продавались? Вам никто никогда не скажет, что это тестовая машина была. Вам скажут, что на автомобиле ездил руководитель, поездил какое-то время, ему дали следующую машину. Тест готовится к продаже примерно месяц. То есть его снимают с теста, отдирают наклейки, полируют. Он какое-то время отстаивается на территории дилерского центра. И потом так раз и вылетает в продажу на известные ресурсы. И естественно с сайта дилерского центра. Про бензин. Заправка у нас была сначала по талонам. И получалось так, что когда перегонщики заправляли тестовые машины, они брали два талона на 40 литров. Ну естественно 30 машину, 10 литров себе. То есть свой автомобиль. Своровать десяточку на карман запросто. Запросто. А в целом вообще вот так вот по воровству сотрудники. Ты там лазил, там вот у тебя как раз та самая, знаешь, должность такая, когда ты внутри находишься в кухне. Не вот этот за столом менеджер там в белой рубашечке. Ты как раз все видишь изнутри. Народ в целом, вот который там работает, лежит плохо, не под камерой возьмет? Возьмет, конечно, если ему надо. То есть в целом там вот что-то воровать это без проблем? Вообще без проблем. Клиентские машины, то что обслуживают, там разные ситуации приезжают. Что-то на трейдин сдается, еще что-то. Как вообще в целом люди относятся к машинам, к чужим? К чужим машинам они чужое не ценят абсолютно. Им вот чужое может ценить только мастер-приемщик слесарного цеха, потому что он за это отвечает. Ему в каком состоянии сдали автомобиль, в таком состоянии и надо вернуть автомобиль. Но и они бывает иногда косячили. И вот происходит предпродажная подготовка. В целом вообще часто происходят там косяки? Происходят. Ну не то чтобы часто, но имеет место быть. У нас один слесарь накосячил за месяц раза три. Мы ему это вспоминали прям очень хорошо. Во-первых, он не заметил на том, что на одной машине клиента нету докатки вообще. Просто ее нету вообще. Второй его косяк был в том, что он не заметил то, то, что в машине нету ламп ксеноновых. Он не проверил свет, просто не проверил. И третий косяк его был такой, то что он выгонял машину со слесарного цеха, хотя он этого не должен делать. Это должен делать только мастер слесарного цеха. И зачем-то ее подогнал близко к эвакуатору, задел бампер. А машина выдается. Слушай, а вот касаемо нету докатки и ксеноновых ламп, это как понять? Это что, машина пришла без докатки, что ли, и убрал тут? Без ксеноновых ламп машина пришла. Это должны проверять на предпродажной подготовке. То, что принимает машина охрана, ночью, как я объяснял, принимают даже те же самые технари. Они не смотрят свет. Они смотрят недостаток внешнего вида и комплектации автомобиля. А по поводу докатки я тебе могу, как сказать, то, что тоже могли машину принять охранники и не посмотреть, что там докатки нет. Нет, я просто не понял, если нет, то где? Заводы не положили докатку? Куда она делась? Могли водители автовоза спереть. Спереть. И лампочки, получается, тоже вытащили, что ли, ксеноновые? Могли и они вытащить. То есть просто фара есть, а лампочки в ней нет. Дим, была история такая, что к нам пришел автовоз с семью Рио. Ни в одной машине не было ни воздушного, ни салонного фильтра. Ну вот кто это мог сделать? Но при этом водители автовозов, у них есть ключи же, да, от машины? То есть они же везут их с собой по-любому? Они их везут с собой, и они их обязаны согнать для осмотра на площадке и так далее. Ну вот ни в одной Рио из тех, которые тогда пришли, из семи штук, не было ни воздушного, ни салонного фильтра. То есть следствие халатности приемки не посмотрели, этот водитель уехал, и считай уже все, как бы, если подписи нет, если в момент приемки, да, не тыкнул носом, где, соответственно, уже и не докажешь то, что это он. Ну, техники и не проверяют автомобиль по технической части. Его обязаны проверить только на предпродажной подготовке. То есть это вообще классно, видите, друзья, вот это вот вообще, вот это вот интересная ситуация, с завода по-любому все ставят. Вот пока ехал, где-то куда-то ушло. Какие еще случаи воровства есть? Еще был такой случай, мной было замечено минимум воровство четырех или пяти комплектов резины. Какой? Как? Объясни. Это делается, видимо, так. Получается то, что едут четыре одинаковые машины, и кто-то, видимо, водитель автовоза знает о том, что едут эти четыре машины, и ему нужна резина на его машину. Он берет свою бэушную резину, вынимает докатки, запаски, ну и просто, видимо, по пути, где-то в ближайшем шиномонтаже меняет это дело. То есть есть автомобили, где идет полноценный, полноразмерное запасное колесо. И, соответственно, он понимает, что на этом колесе, короче, есть там, причастован, причастован, ну условно, причастован, причастован. Он снимает ее, забирает себе, а на нее одевает бэушную, что ли? Да. И это приходит к вам? Да. И вы это выявляете, типа, на предпродажной подготовке, условно, когда полез здесь и смотреть, правильно? Ну да. Ну, а когда выявляют это, что происходит? Происходит, либо мойщик натирает колесо до такого состояния, блестящего состояния. До состояния нового. Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. До блестящего состояния, чтобы это не бросалось в глаза клиенту, либо, ну, от менеджера все зависит. Если менеджеру сказали, менеджер скажет, сделай так-то, сделаю так-то. Если скажут, переставить с тестовой машины запаску, переставить с тестовой машины запаску. Это вот, к слову, о том, недавно мы снимали сюжет, где я показывал, что вот там ребята новый CX-5 смотрели аж на подъемнике. Кто-то написал, что я вот работаю у дилера, типа, бред, зачем это нужно смотреть? Ребят, в нашей стране смотреть нужно в 6, там, в 8, в 10 глаз. Вот вам прямое подтверждение. Тем более, масс-сегмент, это те самые машины, про которые вы говорите, в каждом дворе, ну, не то, что мы с вами, говорим, в каждом дворе не есть, машины до миллиона рублей, в больших тиражах продаются, соответственно, где большие тиражи, там и больше всего косяков. Все на работу встают не за идею, ну, 95%, а за денежку. Вот ты работал там почти 6 лет, расскажи, пожалуйста, о доходах, как платили, сколько платили, премии. Ну, премии, такого слова начальство у нас не знало никогда, это, как говорится, забудь, запей водой. Вот твоя премия. Вот твоя премия, да. График рабочий и зарплата. Сначала у нас был график 2, по 2-3, так называемый. Короткая неделя, длинная неделя, но потом начальство решило сделать нам 3-3, по 12 часов, чтобы, как бы, я два дня работал с одним человеком, потом один день с другим человеком и как бы передавал ему дела. То есть, было 4 техника, которые работали по 3-3. Зарплата техника 35 тысяч рублей. Но 35 тысяч рублей это на какой период? Это получается, ну, вот я когда работал с 11 по 12 год. Это с 11 по 35 тысяч рублей. Напомню, что тогда доллар был 60, 33, короче, условно, ты получал тысячу долларов тогда. Сейчас, вот такая, увольнялся там, в 17-м году, последние годы, актуальная зарплата твоя какая была? Ну, я увольнялся-то уже как водитель эвакуатора, там зарплата была 47 тысяч рублей. В 17-м году получается, ты получал 47. В месяц сколько получается рабочих дней? Ну, тоже у нас график 33 был, то есть, 15 рабочих дней, 15-16. А, то есть, полмесяца работы, что условно, почти 50 тысяч рублей. Пришло время перейти к вашим вопросам из инстаграма канала. Друзья, всегда вам подписывайтесь на инстаграм, вот для того, чтобы вы могли задать вопросы через меня, человеку, обязательно это сделать нужно прямо сейчас. Суть будет следующим, я зачитываю вопрос, кратенько отвечаем. Вопросы выбрал те, которые непосредственно относятся к нему, как к бывшему сотруднику по его специфике. И один из самых главных вопросов, ну, вообще так в комплексе звучал, про надежность автомобилей. Очень часто вопрос, там, человек, наверное, 20-го задал про катализатор, про задиры, про в целом надежность автомобиля, про подвеску. Я понимаю, то, что ты не был слесарем, но тем не менее, ты общался с ребятами, можешь по памяти вспомнить, какие там происходили истории, ситуации. Дим, я даже знаю, откуда взялась тема с катализатором, это знаменитый ролик блогера, в общем, Ярдрея, Ярдрея, да, и сейчас все активно его обсуждают, но на моей памяти с катализатором проблем не было. Были проблемы у Спортажа со стуком рейки, были проблемы у Спортажа с задирами. У нас даже у одной девушки-менеджера накрылась машина, из-за этих задиров ей по гарантии перебирали мотор. Получается. По задирам это, понятно, известная проблема. Машины часто приходили? Ну, приходили, ну, как часто, ну, вот, при пробегах достаточно больших, если человек мало ездил, то там задировав-то особо и не было, но машина, ну, одна-две в месяц точно была с такой проблемой со стучащим мотором. Раз. Ты работал до 2017 года, то есть, на твоей памяти проблем с катализаторами не было? Не было проблем с катализаторами. Но на самом деле отмечу, что тогда они уже появлялись, потому что я помню, что мы еще году, наверное, в 2016 снимали про Kia Rio как раз, и я даже в этом тесте рассказывал о том, что есть проблемы, потому что она как раз набирала огромную популярность, вот массовость в интернете. Я читал отзывы у людей, то, что это появлялось. Хорошо. Что еще было по косякам с машинами? По косякам с машинами была у Rio проблема у предыдущего кузова такая, то, что неправильная работа то ли гидроусилителя у них была. Руль вправо поворачивался с большим усилием, чем руль влево почему-то. Вот это вот я лично испытал на тестовом автомобиле. А так, в целом, вот ты когда общался с ребятами, они вообще по надежности автомобиля можно какую-то общую картину составить? Хорошая машина, нехорошая? Они сами что про них говорили? Не общался? Ну, люди в ремзоне разные. В основном народ ездил на японцах. кто-то на немцах. Но такого, чтобы говорили, что прям такое, прям явное, явный кусок известной субстанции такого не было. Ну, нормальный автомобиль. Ну, за свои деньги давайте отметим здесь так, что машина действительно достойная и не нам вам это рассказывать. Наверняка у зрителей сейчас есть такая же машина, вот ключики в кармане лежат. Развод на обязательное доп. оборудование. Типа ты обязан их купить. Это зависит от продавца или по всем салонам такая практика? Продавцы это такие люди, которые очень хорошо хотят почистить ваш карман. Они, естественно, предложат вам доп. оборудование для того, чтобы вы быстрее получили свой автомобиль. То есть при мне даже менеджер говорил, вот типа вот, говорит, клиент такой-сякой вообще захотел себе голую машину, я ему предложил минимальный набор, но он теперь свою машину получит месяца через 4-5. Но они хотят побольше вытащить из кармана человека, а человек хочет все купить подешевле, но забрать тот автомобиль в чистом виде. Стоит ли все-таки проходить ТО официального дилера? Четвертое ТО завтра 17,5 тысяч или все же это обман и выманивание денег? Это не обман, если вы хотите сохранить гарантию у официального дилера, но обязательно присутствуете в ремзоне, чтобы вам ничего не приписали и что-то не сделали лишнего или просто не доделали с автомобилем. Подойдите к мастеру-приемщику, он обязан по нашему, по стандарту нашего салона был дать вам халатик, касочку, зачитать какую-то технику безопасности и вы будете присутствовать в ремзоне после того, как ваш автомобиль после мойки туда попадет. Это вот стандартно, кстати, помните, потому что мы в Мерседесе разговаривали, то есть попасть в ремзону может каждый. При этом вопрос, кто-то пишет, на автомобиль 5 лет гарантии, я сам работаю в Киа, ну-ка расскажи-ка мне, на что там гарантия? Вот 5 лет и 150 тысяч они кричат, по факту. По факту там гарантия только на мотор 150 тысяч, это все прописано в сервисной книжке, все их положения о гарантии. Поэтому читайте внимательно, даже я, заканчивается гарантия. То есть одно время, помню, там говорили, например, на катализаторы гарантия 1000 км, потом вроде увеличили до 15 тысяч, в общем, друзья, вы можете запросить, прочитайте, будете хоть знать, на что у вас гарантии, до какого пробега. Дима, спроси, почему он 6 лет работал, а сейчас решил уйти? Я бы не ушел с большим удовольствием, если бы у нас в 17-м году в конце осени, в ноябре не началось масштабное сокращение штата, как бы получилось так, что в сентябре у нас сократили средних начальников, потом взялись за начальников покрупнее, ну, а потом дошли до работяк в связи с падением продаж и почему-то выбрали меня, чтобы сократить. Какие масла льют дилеры? Меляют ли вообще масляные фильтры? И в целом расскажи про масла. Про масла с удовольствием расскажу. Когда я пришел работать, у нас масло привозили, естественно, с центрального склада Ки, это был Кастрол. Это было, наверное, года полтора лили Кастрол в моторы автомобилей. Потом я как-то обратил внимание, что появился Шелл. Почему-то стали привозить Шелловские бочки. Потом снова привозили Кастрол до последнего. То есть, видимо, с кем Ки договорится, то масло оно и возит. Масла, ну, вот такие были. Фильтра, ну, естественно, меняют. Ну, а как их могут не поменять? Подруга обслуживала свою Киа Риву официалов где-то на севере Москвы. Не помню какой салон, а на 60 тысячах поехала к другу на замену масла и диагностику. И он ей сказал, что за 60 тысяч ни разу не меняли масло. Как так? Может такое быть? У нас такого не было. Чтобы клиенту не поменяли масло такого просто у нас быть не могло. Ряд вопросов очень много задавали там по касаемо скидах, надежности. Человек работал немножко в другой сфере, поэтому мы задаем ему непосредственно его вопросы. Слушай, расскажи вот кратко в завершение. Если бы тебя спросили бы, какой бы автомобиль из Киа ты бы порекомендовал покупать? И вообще в целом порекомендовал бы ты покупать Киа или нет? Что бы ты ответил? Я скажу так. Мне лично из модельного ряда Киа нравилась только одна модель, две. Из-за того, что самая маленькая пиканта идет родная корейская, у нее действительно хорошая надежность, хорошая сборка, родная. Вот как бы она хороша, я считаю. И из тех автомобилей, которые были симпатичные, тяговитые. Мне очень нравился Sorento Prime всегда. Именно вот этот 2.2 его дизелек и достаточно надежная машина. У нас даже один из менеджеров взял такую после Спортажа и рассказывал вот все-таки классную машину корейцы вот эту сделали. Ну что, вот таким получился ролик. Я надеюсь вам было интересно, раз вы досмотрели его до конца. Высказывайте ваше мнение в комментарии, пишите ваши вопросы. Леня точно также является зрителем нашего канала и он с удовольствием ответит на вашу критику либо какие-то дельные советы. Друзья, обязательно подпишитесь на инстаграм канала, потому что там вы можете принимать участие. Обязательно подписывайтесь на сам канал, потому что дальше будет больше интересных разных полезных роликов. У меня на этом пока что все, но я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.